я довязала первый установочный ряд до конца и вот что у меня получилось смотрите ушки мои присоединились видите вот они вот тут внутри находятся и когда шапочка будет надета на голову ребенка вот они эти ушки с завязочками будут вот так располагаться видно так сразу покажу что делать завязками смотрите у нас осталось ниточка мы берем иголку вот такого для трикотажа тут у нее большое ушко все прекрасно помещается и теперь заходим вот сюда внутрь можно в принципе взять и сделать такой стежок 1 2 для надежности вот так и затем входим вот так вводим иголку внутрь вот так все и теперь отрезаем лишнее далее нам необходимо будет сделать узелок берем раз и все и ниточка наша никуда не денется вот так ближе концу вот так все точно также поступаем со второй завязочкой перед тем как вязать узор уже основной я поменяла спицы на большего диаметра взяла можно на половинку можно на у меня получилось даже не на единичку я вязала на спицах 375 поменяла на четыре с половиной вот чуть меньше единицы можно можно даже на половинку взять потому что сам по себе узор объемный достаточно теперь необходимо провязать второй установочный ряд я перекрещиваю вот так вот ниточки и вяжу второй установочный ряд этим же цветом весь ряд вяжется лицевыми петлями следующий ряд узора а точнее он будет у нас 1 потому что вот эти два ряда были установочные они повторяться больше не будут высоту раппорт узора занимает 4 ряда перекрестили вот так вот ниточка и теперь вяжем нитью другого цвета начиная узор с двух изнаночных петель вяжу 2 изнаночные петли затем снимаем нить вот так вот затем снимаем 2 лицевые петли ниточку оставляем за работой и вяжем 4 изнаночных петли 2 3 4 2 петли сняли 4 изнаночных петли 1 4 изнаночных петли 1 2 3 4 и так вяжем до конца петли нашего ряда встретимся когда ряд будет провязан следующий ряд вяжем аналогичным образом нитью того же цвета у меня это бирюзовая я начинала с двух изнаночных я их провязываю затем 2 лицевые снимаю провязываю 4 изнаночных 2 лицевые снимаю и так далее 2 лицевых снимаем 4 изнаночных провязываем третий ряд не забываем перекрещивать ниточки вот так третий ряд вяжем нитью нашего основного цвета основной цвет у нас тот который формирует нашу косичку я провязываю одну изнаночную петлю у меня здесь 2 изнаночных было и дальше смотрите я две петли которые у меня на спицы на левой переодеваю на правую спицу завожу левую спицу вот сюда снимаю и снова надеваю на правую спицу вот эту петлю нашу лицевую затем надеваю ее на левую спицу провязываю лицевой и вот эту петлю которую мы поменяли тоже провяжу провязываю лицевой то есть мы меняем местами петли далее точно таким же образом поступаем только левую спицу в этом случае вводим в переднюю петлю поменяли местами эту надели сюда провязали ее лицевой раз и это тоже лицевой вот таким образом у нас здесь получится ну вот такая вот косичка далее вяжем 2 изнаночных опять меняем петли местами заводим отсюда придерживаем пальчиком поменяли и провязываем лицевой раз лицевой 2 снова переодели на правую спицу только уже вводим левую спицу переднюю петлю придержали пальчиком переодели поменяли местами провязали лицевыми 2 изнаночных 1 2 и снова проделываем точно такую же операцию вяжем так до конца ряда четвертый ряд вяжем нитью основного цвета лицевыми а затем повторяем узор с 1 по 4 ряд все лицевые тут вяжем вот сейчас у меня уже я провязала 4 ряд и у меня начинается повторение с 1 по 4 ряд я меняю нить потому что чередование происходит два ряда нитью одного цвета два ряда нитью другого цвета у меня было провязано два ряда нитью сиреневого цвета теперь я перехожу на нить бирюзового цвета не забываем перекрещивать у меня будет 2 изнаночные сначала ряда по как у меня здесь было до далее вот у меня лицевые видите провязаны да я их снимаю и вяжу 4 изнаночных петли опять две средние лицевые я снимаю 1 2 и вижу 4 изнаночных петли 1 2 3 4 так до конца ряда второй ряд вяжем точно такую же в третьем ряду меняем и крайние петли местами вот эти вот 2 лицевые да мы их меняем с изнаночными и так далее вяжем так до нужной высоты нашей шапочки до убавок